Здравствуйте, дамы и господа, как у вас настроение? Все ли отлично, все ли прекрасно в вашей вселенной? Надеюсь, все ништяк, и сегодня мы поговорим на тему, которую порекомендовали нам Ксюша и Афалина в предыдущем видеоролике. Спасибо им большое, и также благодарю всех комментаторов, которые писали сообщения к предыдущему видеоролику. Это было очень интересно читать про ваши интересы, увлечения, также про хобби. Кто-то увлекается графическим дизайном, кто-то музыкой, кто-то танцами, кто-то физикой, кто-то химией, кто-то биологией, кто-то вообще во всех, во всех сферах гораздо. Это очень здорово, и было прям сердечно приятно читать на тех людей, которые очень похожи на меня. Спасибо большое от души. Я понимаю, что вы растете сейчас вместе со мной, потому что вам кому-то там по 13, по 14 лет, кому-то 15, 16, а мне 23, скоро 24. Но, ладно, сегодня разговор не про возраст, но частично и про возраст тоже. Мы сегодня говорим про психологию, конкретно я подобрал вам книженство, которое я рекомендую прочесть, и также подготовил понятия психологические, о которых сегодня пойдет речь. Давайте же без лишних слов, without further ado, давайте же начнем и будем их обсуждать. Минуту. Мы проговорим их достаточно быстро, достаточно поверхностно, потом, если хотите, то вы сможете более подробно это изучить. Поверхностно в моем понимании, что это нормально обсудим, а не то, что там на полтора часа. Вот это я имею в виду, что минут на 15, на 20, 25 выйдет на видос. Итак, первое понятие, которое мне нравится в психологии, это профайлинг. Профайлинг это методы оценки человеческого поведения по его вербалики, то есть через рот, пара, паравербалики, то есть через вот такие вот перепады в голосе, и также с помощью невербалики, с помощью его жестов и всего прочего. Профайлинг это такая статистическая вещь, как и психология. Вот что стоит понять, это статистическое такое поле, которое мы обследуем людей. То есть в современном мире, если вы видите такого человека, как я, то навряд ли вы найдете какие-то прям супер методы. О, наверное, он вот так вот делает, значит, он дурачок, да? Ну да, в некотором роте вы можете так сказать, но, возможно, это я просто делаю с определенной целью. Но профайлинг, он нам говорит, что, допустим, мы анализируем наш язык телодвижений. Кстати, появляется первая книжка, которую я рекомендую прочесть. Новый язык телодвижений. Такая вот, магазин на диване. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Новый язык телодвижений. Новый язык телодвижений. Алан и Барбара Пис. Очень крутые авторы. Они описывают конкретно, как человек ведет, как он складывает руки, что делать, если он чешет глаз, что делать, если чешет ухо, или там, как он сидит, что вообще он вытворяет, и как, что происходит. Ну, вы понимаете, если человек вот так вот скрутил руки, вероятно. И это у него не привычка, что самое главное, потому что иногда бывает привычка, люди вот так вот стоят, и это просто у них вошло в привычку. Они, возможно, полностью открыты к диалогу, но они так стоят, потому что это их любимая поза. Но если в среднесочничественной ситуации, если вы увидели человека, что он вот так вот обычно ходит, и ни разу не скручивал руки вот так вот, то, вероятнее, все что-то произошло. Если это девушка, и она вот так вот скрутила, то тоже, возможно, что-то произошло. Возможно, какие-то биологические процессы этому последовали. Либо живот заболел, либо же там месячные у девушки тоже это возможный вариант, что она вот так вот держит. Это тоже может служить каким-то сигналом. Это не означает, что если она вот так вот закрылась, значит, все. Ты не ок, ты вообще такой кусок экскремента здесь стоишь рядом со мной и пошел вон отсюда, да? Это не означает данную ситуацию. И точно так же, если человек вот так вот держит руки, это не означает, что он экспертен в какой-то области. Иногда. Возможно, это просто вошло в привычку, и он всегда так держит руки. Но обычно данный жест означает, что человек экспертен, и он, мол, вот так вот говорит, рассказывает что-либо. Вы у Илона Маска этот жест часто можете увидеть. Это из современных людей. Из несовременных, такой олд, это, как ее звали, канцлер Германии также, Меркель держит вот так вот обычные руки. И, возможно, в каких-то аналитических вещах шоу вы можете проследить, что руки вот так вот люди держат. Это позволяет нам прочитать что-либо. Также люди иногда закрывают свои вот так телеса. У кого-то это реально привычка. То есть, кто-то вот так ноги держит, и я вот так вот обычно. Я снимаю видос иногда вот в такой позе. Что это значит? Я закрыт или я йог тут с вами? Ну да, в некотором роде у нас медитация тут проходит, но это не означает, что я в закрытой позе сейчас. Это значит, просто мне в данный момент так удобно. Но если человек полностью вот так вот открыт, соответственно, вероятнее всего, он рад вас видеть. То есть, это обычно так происходит. И профайлинг, он изучает такие особенности. И еще важные особенности, это мимические, дамы и господа. То есть, если вот тут вот искривляется что-то, вот тут вот, значит, человек вероятнее всего недоволен. Вот посмотри на мое лицо. Обычно, да, вот я хы, мазафака. И когда, допустим, во, это чё? Это чё-то изменилось лицом? Чё-то не нравится, да, обычно. Но у кого-то это вошло в привычку, и он анализирует просто. У него такая привычка. У меня, допустим, привычка поднимать брови, потому что я в детстве видел чувака, который поднимал вот так вот брови, и мне стало прикольно наблюдать за ним. О, я тоже так хочу, я вот так вот буду ходить целыми днями. И пойду, у меня здесь морщины сейчас образовались. Но это удивление. То есть, изучайте эмоции, поискривляй... Вот, рекомендация для вас, дамы и господа. Посмотрите сейчас в зеркало и покривлять рожицы в различных эмоциях, как вы себя видите. И так вы можете смотреть на мир, как люди действуют. И если вы проанализируете человек так сто, то, как минимум, у меня в запасе 35 тысяч человек, а то и больше за последние два года даже. Потому что с 2019 по 2021 было такое количество людей, сколько мне удалось провзаимодействовать в реальной жизни. Поэтому есть о чем говорить. Обычно среднестатистический человек, у него 10 тысяч человек он за всю жизнь встречает. А у меня 35 тысяч человек, с кем я провзаимодействовал. Ну, в плане не встречает, а взаимодействует как-либо. Какие-то интеракции проводит. А у меня вот 35 тысяч человек, потому что мы на стримах общались. Можете там посмотреть нарезочки смешные. Да. И так, ладно, возвращаемся сюда. В общем, проследите, как у вас двигаются все эти вещи, как у нас отображаются различные губы, то есть уголки губ видоизменяются. Что очень важно, что у некоторых это тоже может быть привычка, либо что-то врожденное. Допустим, у меня иногда, когда я улыбаюсь, у меня немного может вправо уходить правый уголок губ, но у меня просто расположены зубы определенным образом, что не прям супер по центру у меня идут губы. То есть они у меня идут вот тут вот. Вот тут у меня центр губ, видите? И, соответственно, когда я улыбаюсь полностью, то у меня возможно улыбка такая, похожая на ухмылку, но это просто определенная особенность, дамы и господа. Это так, особенности свои. Пронаблюдайте свои особенности, которые отходят от нормы, так скажем. Это, кстати, рекомендует и Леонардо Винчи, когда вы рисуете человека. И применяйте это в жизни, то есть потом поймите, что по своим губам лучше другого человека не судить, а именно рассматривать его часть тела. В общем, первое это профайлинг и телодвижение, язык телодвижения. Вот это первая тема, которую стоит обсудить и то, что стоит прочитать. Алан Пис и Барбара Пис, новый язык телодвижения. Рекомендую книгу, и она рекомендуется также в тренерском сообществе и в психологическом сообществе, сообществе психологов, психотерапевтов и всех прочих. Следующий эффект, который рекомендую прочесть, который рекомендую вот так вот запустить в свой контейнер под названием голова, засунуть туда, это проекция. Проекция то, как человек смотрит на мир и как он проецирует какие-то эмоции на окружающих. Например, допустим, вот с примера сразу поймете. У человека настроение не ок. То есть он такой, блин, у меня вообще все, не ок в жизни, вообще говно, и вы тоже все говно. И он обычно, если человек проецирует что-то на другого человека, это означает, что он свое настроение проецирует на окружающий мир. То есть шоу было отличное, вот прям супер-мега-классное. То есть шоу, представьте, что человек пришел в театр, просто весь зал аплодировал стоя, а этот человек говорил, фу, ну фуфил какой-то, смотрите, это вообще не ок. Но одно дело это, если у нас критик там сидит и реально там критическая вещь. Но если мы среднестатистического человека берем, и он так вот говорит, вероятнее всего у него на душе что-то не ок. Либо же ну там разные критерии есть. В общем, проекция это когда свои собственные ощущения ты перенимаешь на то, что видишь. То есть ты как бы не варьируешься на том, что ты видишь реально, а ты именно то, что внутри ощущаю, то и говорю. Обычно так говорят уроки там иди уроки делай, ты ничего не делаешь в жизни, а сами там лежат родоки, допустим, на диване, да? И, например, вот что-нибудь такое в жизни, да? Это бывают такие ситуации у каждого в жизни вполне ну точнее тут один, одна вещь, что иногда это действительно так, что ты реально ничего не делаешь, и они действительно говорят факты, facts. А иногда бывает, что действительно они перенимают свое настроение, что ой, что-то ты в последнее время расслабился, а сами они тоже расслабились в этой ситуации. То есть эта проекция даже у моей хорошей знакомой у нее в статусе ВКонтакте написано не суди людей по проекциям что-то или как-то так оно следи за своими ощущениями, а не за проекциями. Как-то так написано в общем, какая-то цитата написана у нее по поводу этого. Окей, следующее понятие. Проекция это, кстати, очень очень важная вещь, на которую рекомендую обратить, поэтому это у меня в своем рейтинге номер два. Ну точнее это не рейтинг, а просто список. Следующий эффект Даннинга Крюгера. Возможно, вы слышали об этом, что чем больше компетентность у человека, тем меньше он уверен в своих знаниях. У меня это иногда очень так часто проявляется. То есть я понимаю, что я знаю очень достаточно большие понятия, но иногда такой, блин, но это же можно разобрать и вот так вот, и вот так вот. И как этому человеку объяснить? То есть ты понимаешь, что есть миллиарды различных вариаций, как эту тему можно объяснить, преподать, а обычно ну да, и поэтому у меня иногда уверенность в своих навыках уменьшается, но я такой, блин, я же знаю, я же знаю, все нормально, поэтому, Егор, давай говори, и все тебя поймут все тебя поймут нормально. А есть вот человек, который некомпетентен, то есть его уровень уровень познания в какой-то сфере просто вот такой вот мизерный, и он такой, о, я царь горы, я все знаю, вот это нужно делать так и так, и так, то есть он уточнил только один вариант, допустим, который возможен, и он ему очень понятен, он такой, но, блин, это делается все одним единственным способом, и только так, и никак иначе, это вы часто можете замечать, это у детей особенно, то есть если вы пронаблюдаете, я работал вот в лагере детским, ну, вожатым, и также руководителем секции по видеосъемке и режиссуре, режиссуре, и я зам... режиссуре, что у меня с акцентом, дамы и господа, и у детей это часто замечается, то есть, о, я знаю, я прям, я точно знаю, это хорошо, то, что ребенок хочет проявлять себя, проявлять там инициативу, но именно с точки зрения, что он прям полностью это знает, иногда это не так, не так корректно, естественно, есть разные вариации, что, возможно, он реально знает, и он с трех лет читает энциклопедии, плюс с трех лет там в киношечке, как Макалей Калкин и так далее, то есть вполне возможно, но это не всегда так, то есть, это проверять необходимо, необходимо пообщаться с частью К2, часть К2 необходима для того, чтобы понять человека в некотором роде поверхностный его уровень, на 95% его знаний и всего прочего, если два часа вы уделите человеку, то вы тогда сможете понять, это был действительно у нас эксперт или нет, иногда за 10 минут понятно, но если вы действительно хотите предположить, что это эксперт или же эксперт, то это необходимо часика 2 поговорить, и тогда вы поймете, то есть, это иногда бывает, что человек очень научился делать из себя эксперта, это тоже один из вариантов, это как раз-таки для чего необходимо пообщаться 2 часа, потому что за 10 минут тебе могут вот так вот втюхать, как просто на рынке тебе продают что-либо и прям, о, покупай, покупай вот это, вот это, вот это. Ладно, давайте следующее у нас эффект, эффект Даннинга Крюгера, в общем, почитайте, Даннинг Крюгер эффект. Следующее, архетипы. Минуточку, водички попью, что-то водичка закончилась, а? Угу. Тоже попейте. Итак, про архетипы. Есть множество различных классификаций, и вы мне об этом писали в комментарии, спасибо большое, там, я видел, человек, она еще графическим дизайном увлекается, она новую аватарку сделала, она писала про различные архетипы, это очень-очень здорово, есть очень много классификаций, там Наполеон, плюс также политик, плюс, например, там, мотор, либо же медуза, либо же дельфин, либо же, в общем, очень много различных классификаций есть архетипов. Я предпочитаю свою дележку на четыре типа, потому что она помогает лучше всего. Я подразделяю людей на моторов, на карте, ну, точнее, я не подразделяю их, но просто ментально я изучил в один момент эту модель в 2016-15 году на тренингах личностного роста, и она мне очень помогает. Все остальные модели, они тоже, в принципе, хорошие, и вы можете их применять ту, которая удобнее для вас. Просто четыре типа, это наиболее часто встречаемые и наиболее легко запомнить. Четыре, чем шестнадцать, это такой, так, это тот или не тот, это, в принципе, совпадает, совпадает, окей. Естественно, каждый из нас не относится к определенному типу на сто процентов. Итак, первый тип – мотор, второй тип – координатор, третий тип – это поддержка, и четвертый тип – это у нас с… кто там? Так, мотор, координатор, поддержка и анализатор. Анализатор, то есть тот, кто анализирует информацию. Еще раз, мотор, координатор, поддержка и анализатор. Итак, кто такие моторы? Моторы – это люди, которые вот такие живчики постоянно, я, я, если вы дадите, вот у вас есть группа людей, если вы хоть раз педагогической деятельностью занимались, либо с группой людей, то вы это можете спокойно заметить, кстати, среди учителей и педагогов вы можете это тоже замечать, кстати, я очень часто это замечал, они обычно координаторы, либо анализаторы в некотором роде, но иногда моторы среди них встречаются, ну, в общем, понаблюдайте, мотор это тот, кто, если вы дали задание большой группе людей, допустим, 30 человек, он самый первый, скажет, я готов, то есть это те люди, которые просто, я люблю быть в центре внимания, то есть их любимая музыка, это какая-нибудь такая прям, ну, в общем, самая глупая музыка, которую вы только можете найти, но они под нее прям, ой, это классно, это прикольно, мне по кайфу прям, и они такие, так, я под нее буду дэнсить, смотрите на меня, я весь в блестках, вот, на меня, на меня, это я, это я, друзья, все остальные, а, ну, ладно, вот это я, и они обычно очень открыто высказывают свое мнение, и им все равно на то, что кто-то про них что-либо подумает, но они прям очень высокого мнения на себя, они экстравертные, то есть они на других людей ориентированы, и они неформальные обычно, то есть они не придерживаются формальности, что говорить про координаторы как раз-таки, это те же самые моторы, только они формальные, то есть они обычно, да, они любят внимание, они любят быть экстравертными и так далее, то есть смотрите, видите, у нас, если мы вот так вот представим, мы разделили, что вот тут вот у нас есть, есть формальная часть, вот тут вот неформальная, то есть здесь поддержка, и здесь у нас моторы находятся, А здесь вот у нас находится координатор и также у нас находится кто? Анализатор, да. И есть у нас также экстравертная часть, это верхняя, и есть интровертная часть, то есть это нижние люди. Итак, давайте же про координатор. Координатор это человек, который обычно так тебе нужно сделать это, это, это. То есть любят планировать что-либо, но в то же время они занимают руководящие должности. Они обычно так, тебе надо это, это, это. Они обычно анализируют, что данный человек может принести компании, они постоянно думают об этом. У меня сочетание мотора, можно сказать, и в некотором роде координатора. Это во мне сочетается, больше, конечно, координатор, потому что я люблю вот так, это вот так, вот так, вот так. Но обычно, если я на публике выступаю, то я в мотор превращаюсь, мне просто нравится внимание со стороны людей. И я люблю быть первым экспонатом, поэтому вы можете некоторым образом представить. А напишите в комментариях, к какому типу вы относитесь, и также, как вы меня пишите, в каком типаже и так далее. В общем, есть, вот как раз-таки у нас некоторые координаторы, которые, так, вот это сюда, вот это сюда. Они обычно стратеги такие, визионеры, смотрят в эту сторону, окей, все будет нормально. У них музыка, с которой они ассоциируются, это не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. И есть также у нас поддержка. У них любимая песня, это «От улыбки станет все светлее», и они, у них любимый зверек, это собачка, то есть они любят собачку. А вот моторы, это гепарды такие, а координаторы, это в некотором роде пантеры, которые там наблюдают за всем. И также вот тут вот есть, их можно по цветам также классифицировать. Мотор – это красный цвет, координатор – это синий цвет. У данного поддержки любимый цвет обычно желтый, либо такой не сильно, точнее, не сильно привлекающий внимание. Мягко, мягкие желтые, мягкие оранжевые, мягкие такие вот, не сильно вызывающие, но они постоянно хотят быть похожими на моторов. И у анализаторов у них серый цвет, любимый. И есть вот как раз-таки у нас поддержка, поддержка, они такие прям «Ути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути, иди сюда, иди сюда». Но в то же время они не такие прям открытые, как моторы, они любят там поддерживать, они прям такие очень добренькие, прям «Мамочка, мамочка-уточка, там, утятки мои, идите ко мне сюда, и вот, давайте я вас обниму во всех, это прям очень приятно», и так далее. В общем, они такие душа компании, и в теплой такой атмосфере, не то, что там вот эти вот месяцы и мотор просто, как пуля туда стремится. Да, и также у нас есть анализаторы. Анализаторы, они обычно в себе, то есть они интровертные, и плюс также анализируют информацию. С ними лучше, дамы и господа, не спорить, они знают очень прям все хорошо, серьезно. То есть это те люди, которые супер хорошо знают, из них обычно анализаторы — это обычно программисты. То есть если вы хоть раз видели программиста в жизни своей, то анализаторы — это они обычно к программистам относятся, и они любят анализировать информацию. Они редко когда-либо что-либо высказывают людям, потому что они знают, что есть миллиард различных мнений, но если их попросить сделать какую-то работу, они сделают это просто вот прям шикарно, серьезно. То есть скажите им сделать это в срок, скажите им сделать, максимально распишите им действия, что нужно сделать, то есть максимально точно, они максимально точно сделают. То есть у них прям высочайшая, так скажем, исполнительность. То есть исполнители из них прям супер классные, и они любят прям делать работу, они любят сесть вот в одиночку. Я это все сделаю, все будет нормас, все будет окей. и не то, что там моторы, о, я на публике дам экспо, да, вот, посмотрите на меня, давайте все вместе сделать, или там поддержка, поддержка любит, давайте, ну там вместе сядем, вот, в дистером, и будем делать домашку, это же так мило, да, и есть координатор, который, так, ребятушки, мы сейчас будем делать домашку, вот ты сделаешь, вот тут, вот тут, ну, вы уже поняли, да, какие типажи у нас имеются, и каждый примерно относится к этим типажам, естественно, там есть превалирующая часть, То есть есть какая-то меньшая часть, есть какая-то большая, есть в зависимости от времени что-либо изменяемое в нас. И вот тут вот такие вот сферы. И мы все, каждый из нас иногда может принимать позицию и анализатора, и поддержки, и также других людей, и также моторов, и координаторов в зависимости от ситуации, в которой мы пребываем. То есть это ситуативная вещь, друзья. Психология это больше про ситуации, также про различные переменные, которые у нас имеются в жизни. Если вы хоть раз занимались программированием, то вы 100% понимаете, о чем я веду речь. Итак, следующее. Это у нас архетипы были. То есть архетипы бывают разные. Еще раз опять же скажу, что там есть визионеры, также инженеры, плюс также творцы, плюс также исследователи ресурсов и прочие люди. Итак, следующее. Нейролингвистическое программирование. Пятое понятие, которое рекомендую вам изучить. Нейролингвистическое программирование, либо же НЛП. Так, водичка, пожалуйста. Минутку, ребят, я быстро сбегаю за водой. Вот прям шустро. Перемотай на 10 секунд. Так. У меня просто вода заканчивается. И когда я... Так, я дверь закрыл. Оп. Минутку. Все, отлично. Итак, нейролингвистическое программирование, либо же НЛП. Это я рекомендую вам изучить. То есть это то, как люди действуют и как применять какие-либо фразы к людям, которые действуют определенным образом. Например, человек часто говорит, о, раньше было лучше. Вот, помнишь, прошлые времена? Помнишь, вот тогда мы были? Помнишь, вот в 2010 году вот это вот действие? О, раньше было прям хорошо. Это означает, что с этим человеком, если вы хотите какой-то результат от него получить, то нужно говорить. У нас в прошлом был самый крутой там, крутое мероприятие. Мы в прошлом занимали большие позиции. У нас большой опыт. У нас было все вот это вот в прошлом очень хорошо. И в будущем будет продолжаться тоже. То есть они такие опираются на опыт прошлого, например. Также есть люди, которые опираются на опыт будущего. То есть им говорит, что в будущем у нас будет все окей. Вот у нас есть план большой. И мы на 5 лет планируем. И люди такие, о, нифига на 5 лет. Или на 20 лет. Вот это да, я хочу к ним в команду. А кто-то говорит, что в данный момент мы развиваем это и это и это. То есть это люди, ориентирующиеся на данный момент. Есть разные типажи людей. Наверняка вы замечали среди своих знакомых. Некоторые любят прям постить. Там, о, вот я помню, вот как я пошел в первый класс смотреть мои фотографии. О, я помню, как в девятом мы классе вот это вот делали. О, я помню, как в пятом классе мы это делали. Это прям... Ну, то есть сразу можно понять, что это человек прошлого. И он любит опираться на опыт прошлого. У меня вот подруга, она прям вот часто постит фотки. Прям старые, старые, старые. Такое ощущение, как будто ей 70 лет сейчас. Она там постит с вот этих вот вещей. Кто-то, наоборот, постит на будущее и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то в данный момент, я в моменте, джарахов и все вот эти приколяндры, да? Итак, это у нас нейролингвистическое программирование и типажи, по которым мы можем всевозможным образом говорить с людьми. Вот это вот было по таймлайну можно определять людей. Можно также по их визуальной, аудиальной и также по кинестетической и также дигитальной составляющей. То есть по способу восприятия информации. Что такое нейролингвистическое программирование в целом? Это когда ты используешь определенные слова для определенного типажа людей. То есть анализируя их то, как они говорят простыми словами, понимаете? Сейчас давайте приведу пример. Это вот было по таймлайну, то есть мы делали, мы понимали, как бы вам объяснить. Просто я понимаю как-то объяснить вам, но как объяснить более подробно? В общем, НЛП загуглите в интернете, вы точно поймете. Люди могут подразделяться на различные типажи по способу воспроизведения информации. То есть кто-то говорит постоянно, ой, я видел вот это вот, посмотри на картинку, смотри, 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 вот сюда. Либо же они говорят, красивые тона, красивые оттенки, плюс классно выглядят, плюс какие формы. Ты только посмотри, это прям цвет, цвет азурный такой. И плюс лазурь вот здесь вот, и вот тут зеленые цвета. Сразу можно понять, что этот человек визуал. Если я буду говорить, о, послушай, послушай, послушай меня. Либо же, например, ты слышал вот эту вот новость? Либо же они говорят как-нибудь, о, какие звуки приятные, как приятно звучит вообще, твоя речь прям для моих ушей, это приятно. Сразу можно понять, что человек аудиал. Ну, в большей мере, естественно. Если человек говорит, о, как мне тепло, как мне приятно, о, я это ощущаю, я прям слышу, ну, точнее, не слышу, а я прям чувствую это, мягенько было прям. А вот это вот было тверденькое такое. Это сразу можно понять, что это человек киноэстетик. Если человек говорит, да там, ну, на 25% составляет, плюс также я поехал в отель, нам нужно было идти до, до пляжа примерно минут так 10 мы шли. И это означает, что, ну, метров так 400 мы шли до, до пляжа. Потом пришли, там такая была водица. Я посмотрел налево, направо, там были стойки. Было так порядка 20 шезлонгов. Это человек дигитал, человек говорит цифрами, человек говорит чисто информацией, чисто человек компьютер. Таких людей встречается не так много. Это к ним я в некотором роде отношусь. И современное поколение тоже может к ним относиться. Итак, что такое НЛП? Давайте вновь скажем. Это различные способы определения людей. По способу их представления мира, то есть визуально, аудиально, киноэстетически, либо же дигитально они могут представлять мир. Также по способу временной шкалы, по способу, как они говорят какую-либо информацию, позитивно или негативно. Например, допустим, если человек говорит позитивно, то с ним необходимо общаться позитивно. Если он говорит негативно, то тогда необходимо говорить, что, вот, пример, что человек постоянно говорит, вот мы, будет все у нас хорошо, все будет отлично и так далее. Значит, с ним нужно говорить, все будет нормас, все будет огонь, все будет еще намного лучше. А если человек говорит негативно, то есть, ой, сейчас бы вот это вот не делать, это было бы не очень хорошо. И тогда ему необходимо, таких, кстати, людей намного больше, обычно, ну, по крайней мере, по моему опту в ведении блогов и так далее, то есть обычно комментаторы так пишут, что не-не-не, то есть у них частица не просто превалирует, и для них хорошо говорить, что чтобы избежать данного, данной вещи, чтобы не было вот этого, чтобы не было вот этого и так далее, с ними хорошо вот так вот говорить, но обычно успешные люди, они полностью позитивно говорят, и они не используют частицы не, они обычно, ну, в большинстве своем, они говорят, что все будет отлично, все будет хорошо, все будет ништяк, необходимо делать то-то, 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 создаем, креатим, постоянно идем вперед, и плюс все будет огонь просто, прям, прям ништяк, то есть есть люди по такому вот восприятию, есть множество восприятий, погуглите НЛП, и есть книга 51 метапрограмма НЛП, и ее вы можете почитать Холл вроде, Майкл Холл написал ее, или кто-то наподобие такого, да, возможно, сейчас минутку, 51 метапрограмма НЛП, да, вот она у нас книга, и ее написал Холл, да, М, 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 Майкл, вероятнее всего, она хорошая книга, рекомендую, очень так поможет вам в будущем. Так, следующее, следующее, следующее понятие, которое я вам рекомендую изучить, это больше для понимания себя, и для понимания общества в том числе, что эффект 72 часов, что если вам что-либо задали, либо если вам что-либо сказали, либо если вы такие решили начинать новую жизнь, то необходимо это предпринять в ближайшие 72 часа и начать что-либо делать. Естественно, это все такое размытое и все такое, но вы понимаете, что если вы решили начинать новую жизнь с нуля, то необходимо это прям делать в ближайшие 72 часа, то есть применять информацию ту, которую вы усвоили, либо же вы получили какие-то знания с тренингов, принимайте ее прямо сейчас и действуйте, потому что если вы не сделаете в ближайшие 72 часа, потом вы об этом забудете. Так мозг наш работает, что он удерживает информацию в ближайших день, два, три, то есть 1, 2, 3 дня это вот то, что человек удерживает, и 1, 2, 3 дня наперед, вот так вот он удерживает, такой вот радиус некоторый. И также способ восприятия, это еще в этот пункт засуну, что 72 часа это раз, по времени восприятие, что человек воспринимает в ближайшие 72 часа плюс-минус, в общем, временные промежутки времени, основное. То есть, естественно, мы можем ссылаться, что было 2 года назад, 3 года назад и так далее. И если вы супер-мега-осознанный, то вы можете спокойно предпринять решение, что так, я вот это сделаю через 5 дней, и я реально это сделаю. Но если вы такой вот типичный человек и просто в типичных вещах, то обычно вы за 72 часа, это у вас улетучится из головы. Но я считаю, что вы достаточно прям продуктивные, поэтому, ну, просто имейте в виду данный факт. Итак, следующая вещь, которую хотелось бы поднять, это, что человеческий разум, человеческое внимание удерживает количество вещей, 7 плюс-минус 2. Естественно, это количество может варьироваться от индивидуальности человека. Допустим, я иногда 20 предметов могу одновременно удержать, у меня просто очень хорошая память. И поэтому у меня так удается. Но 7 плюс-минус 2. Но, естественно, 20 предметов, если я их уже знаю, что они вот так вот выглядят и так далее. То есть, это некоторая работа с памятью. Поэтому обычно у меня тоже 7 плюс-минус 2, но иногда бывает и больше. Но, в общем, мы можем удержать 7 человек одновременно в фокусе внимания, иногда 5, иногда 9. И то есть, 7 объектов определенных маркетинговой услуги, 7 и так далее. То есть, мы можем 7 вещей. Но лучше, естественно, 3 использовать, потому что, ну, если с точки зрения маркетинга, потому что 3 легче запомнить людям. 3 они точно запомнят. Одно точно запомнят. А вот с 7 вещей это уже так надо так считать, надо представлять это. Поэтому 5, 7, 9 это в зависимости от индивида, что мы удерживаем в голове. Следующий у нас закон Паркинсона. То есть, мы уже подошли к седьмому пункту. Закон Паркинсона гласит, что на работу уделяется ровно столько... На любую работу уделяется ровно столько времени, сколько она требует для выполнения. То есть, на любую работу требуется ровно столько времени, сколько она требует на ее выполнение. То есть, сколько тебе дали времени, за столько ты любую работу сделаешь. Это некоторое такое понятие, размытое в том числе, но для кого-то применимое, а для кого-то нет, естественно, и, в общем, что если вам сказали, что сделать вот к первому ноября, то вы все будете делать в последнюю ночь, потому что вам, ну, точнее, вы будете делать к первому ноября, то есть вы не будете так, так скажем, планировать там, о, ну, 15, до 15 октября это я сделаю, да, вот к 15-му все завершу, а потом последние 15 дней буду отдыхать и все будет окей. Да, естественно, если вы супер-мега организованы в себе и дисциплинированы, то у вас, вы сможете сделать это и к 15-му, и все вы сделаете потом к первому ноября, то есть вы 15-го все завершили, а к первому ноября, вот вы просто чем-то другим занимаетесь, это если вы супер-мега организованы, но если вы большинство рассматриваете людей average, среднестатистическое, то обычно люди выполняют работу в ровно срок, то есть ровно в срок они делают и им сказали к такому, значит к такому, и следовательно, иногда они все откладывают, откладывают, откладывают на последний день. Следовательно, этот закон Паркинсона можно использовать в том ключе, что если сегодня, допустим, 1 октября, да, ладно, давайте сегодняшнее число, 11 октября, октября, да, и вам сказали к 15-му, то вы можете сказать себе, так, я это сделаю к 12-му октября, и все это сделаю, и можете сказать даже преподавателю, чтобы у вас больше была сила и мотивация, также еще внешняя мотивация добавилась, что я сделаю это к 12-му октября, соответственно, вы делаете это к 12-му октября, и вы реально такие, да, я реально сделал, все, и 15 октября вы такие, и все. Любая работа выполняется достаточно быстро, реально, то есть если вам скажут 5 секунд на работу, вы выполните ее за 5 секунд, но просто в определенном, с определенным качеством. Аналогично и с видеороликами, почему я выпускаю каждый день, потому что я понимаю, что я примерно такие же видеоролики, ну плюс-минус там, плюс-минус 1 балл за качество, могу пилить ежедневно, ну то есть, если я буду такое говорить, так, ну, одно видео в неделю, то, ну да, в принципе, я примерно такого же качества и запилю, ну, чуть-чуть там с монтажом добавлю, но, по сути, качество примерно такое же и останется. Но, с точки зрения донесения информации, с точки зрения ценности, примерно, но если вот ежедневно, то да, ну, вы понимаете. Так, окей, синэстезия, следующее понятие, которое хотелось бы сказать, это восьмое, синэстезия это возможность воспринимать мир через различные способы восприятия одновременно. Сейчас поясню, что такое, загуглите в Википедии синэстезия, например, вы можете слышать цифры, либо же вы можете нюхать, нюхать цвет. То есть, вы можете ощущать какие-то вещи, синэстетами таких людей называют, что если вы слышите какой-то звук, у вас может появляться картинка. Но это обычно у людей частенько такая штука переключается, что при слухе вы слышите, вы воспринимаете картинку и так далее. Но что нюхать цифры, что цифры каким-то цветом, каким-то цветом пахнут, каким-то запахом пахнут, это обычно не часто встречается, но тоже встречается. То есть, это большое количество, все зоны мозга работают, когда вы воспринимаете информацию. У писателей это очень хорошо развито, у музыкантов это хорошо развито, у тех людей, которые постоянно что-то делают, у которых большая сфера интересов, это очень развито, у творческих людей это очень развито. Вы тоже можете это спокойно развить. Если у вас, вы считаете, что небогатое воображение в данный момент, то вероятнее всего, да, у вас в данный момент небогатое воображение, вы не можете особо ничего представить, но это спокойно тренируется. Просто больше делайте самостоятельно, больше делайте творческих вещей, и тогда это получится. Если у вас богатое воображение и богатая фантазия, то вероятнее всего у вас очень хорошие синестетические навыки, в том числе вы можете при слове, например, роза, вы можете ощутить запах розы в некотором роде, элементы, плюс также вы можете поуслышать звук, как вы дотрагиваетесь до этой розы, плюс как делаете чик с помощью секатора у этой розы, допустим, обрезаете ее стебель вот таким вот образом, и то есть зелененький такой вытянутый, вы можете представить формы, можете даже радиусы представить, у данного стебля, да, и также можете длину его увидеть, плюс также лепестки рассмотреть всевозможным образом, это реально вы можете делать спокойно. Так, то есть это синестезия, что рекомендую посмотреть. Следующее, а, во, все, мы уже 8 различных важных понятий рассмотрели, у меня здесь есть бонусы, в принципе, что, девятый пункт, я себе выписал, что если вы видите людей с широкой сферой интересов, то есть это не типичный человек, который, вот, типичный человек, что мы понимаем, в данный момент мы ведем такое понятие, как типичный человек, это человек, который увлекается только одной сферой деятельности, то есть я вот, например, я вот каждый день работаю в магазине, и мне больше особо ничего не интересно, то есть я в магазине, за кассой стою, мне, я только это знаю, мне это, в принципе, интересно, И для них психологические приемы работают на ура. Просто прям изи. То есть вы можете спокойно применять и использовать это для эффективных коммуникаций, чтобы какой-то результат вы от этого получили. Либо же данный человек тоже как-то начал развиваться, потому что некоторые используют психологические приемы. А, такие выгоды кошерные, я вот себе выгоду буду приметь. Ну да, естественно, люди думают о выгоде. Но в то же время вы эти методы можете использовать для мотивации другого человека. То есть мотивирование персонала и так далее. То есть если вы руководите большой командой, это очень хороший способ мотивации людей. В том числе я в комментариях часто мотивирую своих подписчиков развиваться. Поэтому я часто вам задаю такие вопросы, которые помогают вам ответить на них и расширить свое сознание. Плюс также позволяю вам планировать. Я вам задаю вопросы. Какие планы у тебя на такой-то промежуток времени? Что вы осознаннее становитесь и развиваетесь. Это очень здорово. То есть я с вами, можно сказать, коучевскую работу, наставническую работу провожу. Это очень реально серьезно здорово. Потому что мало людей, кто задаст вам такие вопросы в социальных сетях именно с точки зрения, какие планы на такой-то промежуток времени. Плюс как думаешь, что необходимо предпринять в той или иной ситуации. То есть определенные коучевские техники, которые используются для этого. У кого-то это, так скажем, интуитивно работает. У кого-то такой, так, это коучевские техники и так далее. Но, естественно, можно воспринимать и так, и так. Ну, в общем, вы понимаете. И вот для людей... Вернемся обратно. У нас есть люди с узкими, с узкой сферой интересов, а есть с широкой. Прям очень широкой. Для них психологические вещи практически не работают. Они про них все... Ну, точнее, если это не эффект Данинга Крюгера, то они практически все про это знают. В некотором роде, по крайней мере, понимают, разбираются. И у них иногда даже их жестикуляция бывает разная. И если вы встречаете актера, то навряд ли на него подействует всякие вот эта закрытая поза. И плюс то, что мимика работает определенным образом. И также для писателей это не особо работает, что о НЛП-технике на писателях будем исследовать. Потому что они используют эту технику, иногда они описывают одного персонажа, иногда другого, иногда третьего и так далее. То есть для них это может, конечно, работать определенным образом. Но не всегда. Для них определенный подход необходим в соответствии с большой выборкой времени, проведенного с данными людьми и так далее. То есть на меня вы можете, конечно, как-то повоздействовать. Да, естественно, я могу это принять. То есть я могу такой, да, я принимаю твое воздействие, и все окей. И вы можете спокойно со мной как-либо психологические приемы использовать. Но так-то я сразу понимаю, что вы пишете и так далее. Поэтому, ну, в любом случае, понимаете, да, такую вещь. И аналогично, если у вас большая сфера интересов, то на вас это навряд ли подействует. Но, опять же, если это не эффект, то я не говорю, играю. Так, и бонус. Бонус для вас. Любая информация несет ровно столько, сколько человек из нее может взять. Данную фразу сказал Александр Ляльченко. Это человек по развитию мозга, по также НЛП и прочим вещам. Просто я проходил у него тренинги по данным вещам. Он как раз-таки сказал данную фразу, что любая информация несет ровно столько, сколько вы из нее можете взять. То есть, человек из любой информации может чему-то новому научиться. Например, я скажу фортепиано. Да? И ты можешь анализировать данное слово с точки зрения лингвистической ценности. То есть, можешь разъединять, разбивать и также группировать различным образом части данного слова. Допустим, форте, пиано. Можешь рассмотреть форте, как это громкий звук. Пиано можешь рассмотреть, как это тихий звук. Можешь рассмотреть с точки зрения количества букв в данном слове. Где употребляется, в каком контексте данное слово употребляется. Также можешь фортепиано разбирать с точки зрения музыканта. Какие там есть клавиши на фортепиано. Какие звукоряды можно воспроизвести. Плюс также, какие аккорды мы нажимаем. До мажор. Также можем нажимать на ля минор. Потом на соль мажор. Потом на фа мажор мы можем нажать. И так далее. И потом по кругу это зациклить. Можем с такой точки зрения фортепиано разбирать. Можем с точки зрения шуток разбирать фортепиано. То есть там вот, о, рояль скинули там из окна гостиничного номера своего, я выкинул фортепиано, да, на авто, дамы, господа, и все такое. То есть с юморной точки зрения, с точки зрения писательской вы можете рассматривать даже любое слово абсолютно в нашем мире вы можете рассматривать вот таким вот образом. Это вопрос картины мира, то есть чем шире у вас картина мира, тем лучше вы это воспринимаете. А вот эта метафорическая фраза, что любая информация несет ровно столько, сколько человек из нее может взять, вот как раз таки это тоже, что стоит учитывать. Те, у кого не такая широкая картина мира, то есть узенькая, то вероятнее всего они не до конца смогут понять, что вы имеете в виду. А если у кого-то широкая, то наоборот у них будет очень много вопросов, что, в каком контексте ты имел в виду, в этом, в этом, в этом и так далее. В общем, это у нас было 10 различных вещей, точнее 8 и 2 бонусных было. Про профайлинг еще раз вам рекомендую посмотреть наибольшим образом. И также рекомендую посмотреть про синестезию, да, синестезия эффект дайнинга Крюгера. Можете погуглить также про архетипы, мотор, координатор, поддержка и также у нас есть анализатор, да, это можете сделать. Вот, также закон Паркинсон у нас был, NLP, NLP, можете посмотреть, какие есть различные якоря, за которые можно уцепляться. Итак, можно, смотрите, дамы и господа, что у нас имеется из книжек, которые рекомендую прочесть. Первое, что рекомендую прочесть, это, что может вам помочь каким-либо образом, вероятнее всего вы с ней уже знакомы. Это Эрик Берн, да, Эрик Берн, вы можете называть как угодно, вероятнее всего Берн, в общем, или Берн, в общем, Эрик, Эрик Берн, да, можно сказать Эрик Берн, как он по-английски, Берн, Б-Е-Р-Н-И, да. И данный человек, он часто упоминается в различных психологических кругах, всякие транзакционные анализы, плюс то, как люди действуют. Кратко, кратко объясню, что есть определенные игры, в которые мы играем, можно их назвать ритуалами. То есть разговор о погоде, это определенный ритуал, разговор о деньгах, это определенный ритуал, разговор о том, как у тебя дела, тоже, это некоторая фатическая ценность несется. То есть установление контакта, breaking the ice, когда вы расплавляете лед между друг другом и некоторая ценность эта несется. Разговор о любви, разговор о том-то, о том-то, об играх. Это все различные игры, в которые мы играем, и вы можете ознакомиться с данной книгой. Также здесь есть понятие про... У меня сейчас еще просто идея про книгу пришла прям сразу в голову, что 20-30 важные годы Мэй Джей, вроде, Мэг Джей. Да, она называется, я просто рекомендовал вместе с данной книгой другой девушке Мэг Джей. Да, Мэг Джей ее зовут, Мэг Джей важные годы, тоже рекомендую прочитать. В общем, здесь еще также описывается про то, что вы можете смотреть на мир глазами взрослого, глазами ребенка, либо же глазами родителя. Родителя, взрослого и ребенка. И тут, ну то есть, это определенный способ архетипов, как вы можете видоизменять призму своего внимания. Рекомендую прочесть, очень хорошие книженцы, часто используются как лингвистами, так и филологами, плюс также философами часто упоминаются, плюс также психологами, психотерапевтами. Так же, как и в Оливер Сакс, если вы знаете такого человека, человек, который принял жену за шляпу, то есть это название книги. Человек, который принял жену за шляпу, музыкофилия, у меня тут она находится, там вот человек, который принял жену за шляпу. Это про невролога, который анализирует то, как люди действуют, галлюцинации в том числе, книга от него. Это вы можете прочесть тоже, это помогает вам развить, поможет вам развить, развить некоторое чутье свое. И это художественная литература конкретно, по данным тематикам, по психологическим тематикам. Итак, но только я не помню, он невролог? Вроде невролог, необходимо уточнить, чтобы... Сейчас, минуточку, Оливер Сакс. Чтобы вам точную информацию сказать, потому что иногда я стараюсь максимально точно. British Neurologist. Да, невролог, нейролог, нейролог, невролог, да, это человек у нас, Оливер Сакс. Итак, новый язык телодвижений, то есть это потому, как анализировать отличную жестикуляцию в современном мире, это тоже может помочь, но в связи с тиктокерами и большим количеством людей, которые работают на камеру, это иногда работает, иногда нет. Те, кто не ведут блоги и так далее, для них это точно сработает, то есть вы сможете понять некоторую жестикуляцию, если это не вошло в их привычку. Также на английском языке хорошая книга есть How to Talk to Absolutely Anyone, то есть книга такая, ее написал Mark Rhodes. Mark R-H-O-D-E-S. Я оставлю все ссылочки на книги в описании, поэтому можете заглянуть, также можете поставить лайкосик, плюс пройтись по каналам другим и поставить лайкосики на всякие... Ну, точнее, по всем видосикам можете поставить тоже лайкосики. Вот эта книжка рекомендует тут про то, на какие темы общаться с людьми и так далее. То есть, если вы не умеете общаться с людьми, хорошая книга поможет вам. На английском она, не знаю, на русском, ну на русском наверняка есть перевод. Также из английских на русском она тоже имеется. The Speed of Trust, Стивен М. Р. Кови. Очень хорошая книга, то есть о том, как устанавливать доверие с людьми, как входить в доверие к людям, про то, как общаться с ними. Ну, в общем, достаточно позитивная книжечка, интересная, очень часто рекомендуемая среди людей, которые в бизнесовой тусовке находятся. То есть, как негшейтить с людьми. Также есть книга «Никогда не ешьте в одиночку» Кейт Ферраци. «Никогда не ешьте в одиночку» Кейт Ферраци. Тоже примерно на данную тематику она у меня там лежит. У меня достаточно много книг, на самом деле, по данной тематике. Плюс тут у меня лежат всякие психологии. Вот тут Real Calm, Real Focus, плюс также карьера менеджера, плюс метод Волк Суалл Стрит и так далее. Но это больше уже по различным категориям, применимо к финансам, к экономике и прочим. Итак, так, у нас здесь еще есть психология мотивации. Она рассказывает о том, что у нас есть внешняя и внутренняя мотивация. Что кто-то мотивируется больше, когда ему скажут. Кто-то мотивируется больше, когда он сам себе скажет, что я хочу это. То есть, кто-то мотивируется различным образом. Это про вот эти вот вещи. Также мотивация К и мотивация От. То есть, я мотивируюсь от того, чтобы не получить нежелаемый результат. Либо же я стремлюсь к тому, чтобы получить желаемый результат. И так далее. Если вы успешный человек, опять же, стремимся к желаемому результату. Дальше. Карен Прайер. Это последняя книга, которую я порекомендую. Не рычите на собаку. Ну, точнее, в данном видеоролике порекомендую. Не рычите на собаку. Очень хорошая книженция про то, как воспитывать себя. Про то, как дрессировать собак. В том числе, да. И также, как воспитывать детей. В том числе, очень хорошая книга. И, кстати, я слукавил, когда сказал, что это последняя книга. Также «Женщины с Марса», точнее, «Мужчины с Марса», «Женщины с Венеры». У меня вот там вот лежит еще одна книжка. И также еще книжка «Как разговаривать с ребенком». Это там еще один автор. Или что-то связанное с ребенком. Тоже детскую литературу можете почитать. Это если вам в лагере необходимо работать, вожатым и так далее. И данная книга, она про книгу о дрессировке людей, животных и самого себя. Про то, как мотивировать себя. Про то, как мотивировать других. Есть положительные подкрепления. Есть отрицательные подкрепления. То есть, когда вы собаку награждаете, либо же кнутом и так далее. Но, в общем, хорошо награждать за хорошие действия. Когда вы подкрепляете что-либо, какое-то действие другого человека положительными какими-то вещами, то он начинает действовать вперед. Также пластичность мозга. Рекомендую Нормана Дойджа. У меня вон там вот она находится. Тоже хорошая книженция. Можете ее прочесть. Достаточно много есть хороших вещей. Самое главное, так скажем, применять это в жизни. То есть, вы... Что самое важное в психологии, это наблюдение. Как мне кажется. Да и вообще в жизни. Это наблюдать и анализировать, что вы пронаблюдали. И делать некоторую выборку. То есть, в некотором роде даже математически к этому относиться. Что вы делаете? Что вы анализируете, что есть такая вот группа людей. Есть такое-то множество. Есть подмножество и так далее. И из этого множества у нас есть определенное количество людей, которые соответствуют. Кто-то не соответствует. Статистика очень хорошо помогает для изучения психологии людей в том числе. Поэтому рекомендую с этим ознакомиться. Собственно, на сим разрешите откланяться. 49 минут. Ух, много, да? Но зато все достаточно топики осмотрели. Смотрите данный видос. Ну, точнее, уже, наверное, с самого начала надо было сказать, что смотрите этот видос. Тут все знания о психологии. Ну, точнее, как все. Все поверхностные знания о психологии точно рассказаны. Также углубленно по некоторым понятиям мы прошлись. И благодаря данному видеоролику, то есть лекции в некотором роде, вы можете это применять в жизни и спокойно... Это даже вебинар. И можете спокойно, спокойно двигаться дальше и улучшать себя. Также улучшать других людей, которые находятся рядом с вами. И нести благие вещи в мир. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам всехов. Всем пока.